Издание типографии Плантена и Эльзивира – редкие прижизненные книги белорусских писателей и поэтов. И, конечно же, фрагмент Брестской Библии – одного из памятников белорусской культуры. И это только часть фонда отдела редкой книги Брестской областной библиотеки имени Горького. Большая коллекция легко становится основой различных проектов. Здесь есть, что показать и о чем рассказать. Перед вами Библия, которая была издана в 1629 году в Антверпене в знаменитой типографии Плантена. Эта типография была основана Кристофом Плантеном в 1555 году в Антверпене. Успех его изданием обеспечивало прежде всего образовое оформление. Великолепные шрифты и отличная типографика делали их просто шедеврами полиграфического искусства. В рамках проекта на базе отдела редкой книги проходит серия интерактивных музейно-библиотечных занятий, которые может посетить любой желающий, увидеть эти издания и узнать о них. Для того, чтобы рассказать о проекте больше, была организована тематическая презентация «Терра Инкогнито». Также эта инициатива популяризируется в соцсетях и на других интернет-площадках. Видеоролики проекта на YouTube-канале библиотеки посмотрели уже больше 1200 человек. Произведение Гваньини было переведено на польский язык и в 1611 году издано в Кракове под названием «Хроника европейской сарматии». Хроника содержит историко-географическое описание стран Центральной и Восточной Европы, России, некоторых стран Ближнего Востока. И такая всесторонняя работа дает свой результат. Проект направлен на привлечение внимания общественности к книжной культуре и истории, продвижение библиотеки на туристической карте Беларуси. А еще это новый опыт работы для самих сотрудников учреждения. Это вообще такая творческая коллаборация, очень скрупулезная, очень дотошная и сложная работа, когда выверяется каждое слово и каждая дата, и каждая фамилия, потому что информации на самом деле об этих изданиях очень мало, поэтому, соответственно, она должна быть ценной и достоверной, уникальной. И мы очень рады, что подключились волонтеры к нашему проекту. Проект «Терра инкогнито» продолжается. У него будут новые герои и новые истории. Кроме презентации участников мероприятия, в день проведения мероприятия ожидал интеллектуальный квиз, победители которого получили подарки от организаторов. Продолжение следует...